СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Можете пострелять, поплавать, позагорать, сходить в спа, побыть в гостинице. Огромное количество развлечений. И можно заняться легкой атлетикой, поиграть в баскетбол, в футбол. Здесь есть и корты, и стадионы, и площадки. То есть все, что только нужно любому нормальному человеку для того, чтобы прекрасно провести время на природе. Ну и потом здесь потрясающе экологически чистое, красивое, комфортное место. Каждому здесь найдется занятие по душе. Так что милости просим сюда, в лисью нору. Ну и заодно можно посмотреть профессиональные соревнования по стрельбе. Вот такие, как чемпионат России по стендовой стрельбе, который сегодня, в пятый день турнира, завершает здесь свою работу. И сегодня нам предстоит с вами посмотреть упражнения трап-мужчины. Ну и потом, после небольшого перерыва, еще будут в этом же упражнении произведены командные соревнования в смешанных дуэтах. С вами, как всегда, все эти дни Иоланда Чен. И единственное, что только вот обмрачает нам все это пребывание здесь, в лисью норе, это немножечко погода. Но об этом чуть позже. Вы смотрите трап-мужчина. Здесь есть определенная тоже техническая информация. Дистанция вылетающих мишеней до 76 метров, плюс-минус один метр. Оружие 12-го калибра. Вес вы видите его от 3,5 до 4 килограммов. Патроны, наполненные дробью среднего диаметра до 2,6 миллиметров. Около 300 дробинок в каждом патроне. Мишени маленькие, цветные, которые, собственно говоря, разлетаются в пух и прах в пыль, когда очень точно в них стреляют спортсмены. Итак, упражнение трап-мужчины выполняется на траншейном стенде с пяти стрелковых позиций, как вы сейчас видите. Номера позиций расположены по прямой линии. Стреляют спортсмены по одиночным мишеням, вылетающим поочередно из 15 метательных машинок, которые установлены вот здесь, в траншее под стрелковой площадке, приблизительно на расстоянии 15 метров от стрелкового номера, где стоит спортсмен. Всего 9 схем полета у мишени, которые на каждой площадке определяются по жеребию. Мишень удаляется от стрелка по трем различным траекториям полетов. Прямо, влево и с отклонением до 45 градусов. Вот такая маленькая тарелочка, тип флэш, вес всего 105 грамм, плюс-минус 5 грамм, диаметром 110 миллиметров. И высота мишени до 26 миллиметров. Отклонение мишени бывает до 45 градусов. И, конечно, любая мишень, еще и в зависимости от погодных условий, если будет ветер или порывы ветра, конечно, меняет высоту. Иногда очень плоско удаляющиеся мишени, очень трудные для того, чтобы ее поймать и сбить. Но бывают очень высокие, в какой-то степени даже комфортные, удобные для спортсменов. Ну и дальность полета, я вам уже сказала, до 76 метров. Итак, прежде чем попасть сюда в финал, все спортсмены сегодня же прошли серьезное сито квалификационного турнира, где было 125 мишеней. Нужно было, естественно, выразить как можно больше мишеней для того, чтобы попасть в шестерку счастливчиков. И вот вы видите тех счастливчиков, которые сегодня на чемпионате России будут разыгрывать места с первого по шестое. Ну и, конечно, под первым номером великолепно провел стрельбу в квалификации наш олимпийский чемпион Алексей Алипов. Ну, он не просто олимпийский чемпион, это было давно, в 2004 году в Афинах, мы поздравляли его все тогда. Но он также еще и бронзовый призер олимпийских игр, следующих уже в Пекине. Но все регалии, всех участников финала мы вам сейчас расскажем. Единственное скажу, что, конечно, Алексей потрясающе провел свою квалификацию. Из 125 принятых мишеней он поразил 124. И напомню вам, что норматив мастера спорта всего 115 мишеней, 125 возможных. А норматив мастера спорта международного класса 121 мишень. Алексей сегодня 124 поразил. Ну вот посмотрите, какая была погода сейчас у нас здесь в момент, когда начинается финал. Это прямая трансляция, напомню. И еще раз знакомимся с участниками финала. Но по регламенту нам всех должны вывести на площадку. И все регалии я вам скажу. Пока есть еще несколько секунд. Напомню, что в рамках квалификации всегда здесь проводится командный чемпионат России. По тому или иному упражнению. В данном случае сегодня было упражнение трап. И победу одержала команда Москвы. Под номером один как раз Алексей Алипов за эту команду и стрелял. Так что он уже чемпион России в командном перенстве. Ну а теперь ему предстоит побороться и за личное перенство. В числе победителей командных соревнований были Алексей Алипов, Павел Гуркин и Денис Зотов. Это команда Москвы. На втором месте команда Москвы 2. Кабацкий, Егоров, Васечкин и Липецкая область. Получили бронзовые медали сегодня. Смыков, Веретин и Гуляев. Ну а сейчас мы с вами по традиции готовимся к знакомству с финалистами упражнения трап. Сегодня на чемпионате России. Итак, Алексей Алипов под номером один. Один олимпийский чемпион Афин 2004 года. Бронзовый призер Олимпиады в Пекине 2008 года. Призер чемпионатов мира. Победитель и призер чемпионатов Европы. Многократный победитель и призер финалов этапов Кубка мира. Под номером два Никита Егоров. Мастер спорта из Москвы. Вообще Никита первый год в этом сезоне. В основной команде его очень приветствует. Наш там молодое поколение. Серебряный призер этапа Кубка России 2016 года. И победитель чемпионата России прошлого года. Максим Смыков. Представитель Липецкой области. Мастер спорта международного класса. Бронзовый призер чемпионата России прошлого года. И призер международных соревнований. Чемпион мира. Между прочим в командном зачете в 2015 году. Илья Виноградов. Мастер спорта международного класса. Представляющий Липецкую область. Рекордсмен Европы среди юниоров. Победитель и призер всероссийских соревнований. Павел Гуркин. Мастер спорта международного класса. Представитель Москвы. 66 года рождения. Бронзовый призер чемпионата мира. Далекого 2001 года. Победитель и призер этапов Кубка мира. Ну и под шестым номером в финал вышел мастер спорта из республики Татарстан. Татарстан. Серебряный призер чемпионата России 2013 года. И получил он право выступать здесь в финале. У него была перестрелка. И вот за выход в финал плюс 5 у него. Ну и результаты квалификационных соревнований. Также вам представляют рефери. Мы много раз каждый день. Уже пятый день я вам пытаюсь объяснить, что вот да, Сергей Галкин, Павел Чижевский, тренеры, рефери на площадке. Конечно на них огромная нагрузка, потому что все время есть какие-то проблемки небольшие, недочеты. Это всегда в любом соревновании, любого уровня бывает. Иногда не работает аппаратура, иногда что-то не понимают спортсмены. И тут мгновенно рефери должны вступить в дело. И как можно быстрее решить любую проблему, возникающую на площадке. Дабы спортсмены не теряли своей концентрации, внимания и занимались своими профессиональными прямыми обязанностями. Но вот видите, немножко, конечно, как только выходят на арену мужчины, так начинается дождь. Так было позавчера, когда выступали, вернее два дня назад, в дупльтрапе. Мужчины в очень сложных погодных условиях, с сильным ветром и сильным дождем. Но соревнования были невероятно интересные. Вчера, накануне, когда выступали девушки, погода сразу улучшилась. Было солнышко и очень комфортно, тепло. Но как только видите, на трап вышли мужчины, мгновенно пошел дождь. Ну вот не любят дождика ребят. Или считают, что надо мужчинам всегда сильному полу какие-то дополнительные трудности обязательно подбросить. Ну а что же они так легко будут, как девчонки, выступать. Итак, в финал шесть претендентов на победу и медали чемпионата России уже начинают соревноваться. И о правилах соревнований в финале. В финале у нас будет несколько раундов, а именно шесть. В первом раунде он самый такой затяжной, самый серьезный. Ну и самый, наверное, приятный для спортсменов. Потому что именно в этом раунде они должны принять 25 мишеней. Это самое большое количество мишеней за все раунды в финале. И здесь можно как-то сразу себе создать какую-то фору, гандикап перед остальными конкурентами. Потому что чем больше мишеней, тем больше шансов, естественно, их поразить. И набрать как можно больше, естественно, очков и больше пораженных мишеней. Потому что дальше, со следующего раунда, все будет значительно труднее. Там всего будет по пять выстрелов, по пять мишеней. И уже, знаете, как догонять будет очень и очень тяжело. Пока есть возможность вот 25 выстрелов совершить, конечно же, надо ковать железо пока горячо. Итак, мы можем наблюдать со всеми перипетиями по нашей графике. Вы видите, у нас все очень хорошо здесь устроено. В левом нижнем углу спортсмены, которые стреляют, их положение и количество пораженных мишеней. А в левом верхнем углу у нас появляются такие замечательные мордочки. Если она зелененькая и улыбается, значит выстрел удачный. Если она красненькая и очень расстроена, значит это промах. Ну и естественно, сразу вы можете смотреть перемещение по местам, какое итоговое проходящее место занимает тот или иной спортсмен после очередной серии выстрелов. Итак, напомню, шесть спортсменов, 25 мишеней, после чего мы узнаем имя того, кто будет шестым на чемпионате России. Ну что ж, приятного вам просмотра. Давайте следить за участниками соревнований. Итак, Алексей Алипов пока очень неплохо выглядит, но это только начало. Два выстрела, две мишени и две удачи. У всех остальных пока вот по одной. Две еще у Максима Смыкова и Павла Гуркина. Смотрим на выстрел Артема Копыстынского. Алексей очень сейчас сосредоточен был. И третий удачный выстрел. Напомню, накануне девушки в этом уже упражнении соревновались Илье Шарыфовым. Просто была великолепна, очень хорошая, показала результат. Очень хороший настрой на победу. Очень хорошие такие, я бы сказал, морально-волевые качества. Потому что не все получалось у нее по началу соревнований. Но вот постепенно, постепенно, как-то она себе дала установку на победу, на хорошее выступление. И эту установку выполнила став чемпионкой России. Так что накануне женские соревнования было очень интересно смотреть. Но думаю, что и ребята сегодня тоже подарят много приятных мгновений. Напомню, что после каждого раунда соревнований, в данном случае после первого раунда, после 25 принятых мишеней, мы будем узнавать имя шестого, того, кто займет шестое место в чемпионате России. Напомню, что если у кого-то из участников будет одинаковый результат, а так очень часто бывает, то, естественно, дело будет вмешиваться в результате квалификации. Там результаты финала и квалификации будут суммироваться. У кого результат будет лучше, естественно, тот останется в финале. А сейчас, видите, идет тестирование оружия. Была осечка, судя по всему. И судья мгновенно должен сам это проверить, потому что, знаете, чтобы никто никого не обманывал. А то, знаете, может спортсмен промахнуться и сказать, что у него ружье не в порядке. Тут сразу в дело вступает судья, о чем я вам и говорила. Рефери должен сам проверить. Они все профессионалы очень высокого уровня. И мгновенно могут оценить то, что случилось с оружием. Вот, кстати говоря, в соревновании дубль-трап у нас была такая вещь, когда один из участников пожаловался на то, что у него не вышли патроны. Он не смог выстрелить, но судья подошел. У него все получилось. Он говорит, я никаких неисправностей не вижу, поэтому я вам присуждаю промах. Вот так бывает. Так что здесь все очень и очень серьезно. Итак, Алексей Алипов, 4 пораженные мишени. Смыков, 4. Вот у Никиты Егорова, молодого нашего дарования. Немножко сейчас не заладила стрельба, но вы знаете, я его прекрасно понимаю. Выйти в финал чемпионата России. Он первый год в основном в составе сборной. Вот с такими мэтрами, как Алексей Алипов, как Павел Гуркин. Конечно, заволнуешься здесь немножко. Надо, конечно, прийти в себя. Но вот на то этот первый раунд и хорош. Потому что здесь 25 выстрелов, напомню, против 5 в остальных раундах. И здесь есть возможность, вы знаете, втянуться, войти в соревнования. Вообще правила в стендовой стрельбе очень интересно составлены. Очень, я бы сказала, направлены на спортсменов. Именно на спортсменов, на то, чтобы им было очень удобно и комфортно выступать. Потому что в итоге, наверное, по логике вещей, это интересно и для нас. Чем лучше будет состояние у самих спортсменов, тем лучше они будут стрелять, тем интереснее для нас будет эта борьба. Итак, Павел Гуркин на позиции. Удачный, очень хороший выстрел. И это уже 5 пораженных мишеней. Так же, как у Смыкова и Алипова. Они пока лидируют. Но, слава богу, и погода. Вот здесь смилостивилась, да, ребятами. Дождь прошел, и им сейчас значительно спокойнее и комфортнее будет выступать. Итак, после 5 принятых мишеней у нас 3 лидера, который уже поразили 5 из 5. Это Алипов, Смыков и Гуркин. Остальные ребята пока немножечко отстают. 4 у Льи Виноградова, Артема Капостенский 3. И вот у Никиты пока только 2 пораженные мишени. Но над чем хороша, вот именно хорош первый раунд. У них есть еще 20 выстрелов. У того же Егора, у Никиты Егорова, который может, конечно, сразу реабилитироваться. Ну и вот мы сейчас понаблюдаем за оружием, которым пользуются все финалисты. Это очень интересно, высококлассное, такое высокоэффективное, очень технологичное. Как вот сейчас, да, все у нас уже такие нанотехнологии пошли. Это очень великолепные совершенно ружья. И, конечно, у каждого спортсмена есть своя такая вот тряпочка, полотенце. Потому что если идет дождь, то ружье настолько, они все тонко настроены, что, конечно, надо обязательно его протирать. Приглад, чтобы и рука не скользила, чтобы палец не дрогнул. Ни в коем случае. Потому что мишень такая быстро летающая и быстро ускользающая, что здесь внимание, внимание и еще раз внимание. Все в оружии должно быть абсолютно идеально настроено для того, чтобы поражать мишени. Итак, 6 из 6 у Алексея Липова. Напомню, что на каждый выстрел дается тоже определенное количество секунд. Сейчас Алексей сделал выстрел, но мишень, как считается, разорвалась до... Ну, при вылете из машинки так бывает иногда. Не сработала аппаратура. И кажется вроде бы, да, что ее сбил именно спортсмен. А на самом деле она разорвалась сама. Поэтому тут судья опять же мгновенно дает команду для того, чтобы сделать еще один выстрел. Итак, 7 у Алексея Липова. 6 у Смыкова. Ох, сейчас промах, к сожалению, был у Ильи Виноградова. Павел Гуркин. Есть. Очень удобная, хорошая мишень. Прямо перед Павлом вылетела в очень удобном позиции он стоял. И особых усилий не потребовал для того, чтобы эту тарелочку разбить в пыль. Артем Копостынский также удачлив сейчас. Ну и вот у Павла Гуркина и Алексея Липова наших мэтров, самых заслуженных участников финала. По 7 пораженных мишеней. Они лидеры. Сейчас, конечно, при приближении уже вот так к 25 мишеням, естественно, начнет и волнение у ребят нарастать. Потому что там уже они начнут тоже считать, у кого сколько пораженных мишеней, кто попадает на какое место. Потому что никто не хочет покидать финал, естественно. Ну а участник, занявший 6 место после 25 мишеней, вынужден будет это место занять. И занять место среди зрителей. И наблюдать за своими конкурентами уже с наших зрительских мест. Но вот, к сожалению, у Артема Копостынского уже который промах. И из всего 5 попаданий. Ну а Алексей Липов просто пока великолепен. Девятая пораженная мишень. Никита Егоров, надо попадать. Пора уже прийти в себя, уже настроиться. Как-то соревнование входит в нормальную, уже нужную, привычную колею. Надо перестать уже обращать внимание. Забыть о том, что это А финал, Б. Очень серьезный турнир чемпионата России делать свое дело. Так как обычно все спортсмены делают это на тренировках. Тогда вот придет какое-то такое более-менее спокойствие. По 8 у Смыковой и Виноградовой. Так, Павел Гуркин. Вот первый промах у Павла. И он очень, конечно, этим расстроен. Сейчас думаю, конечно, что догонит Алексея Липова. Но все-таки сейчас одну пораженную мишень ему проигрывает Артем. Капустенский 6. И у Алексея Липова. Вот посмотрите, как бывает. Как только промахнулся Павел Гуркин, а все равно, как бы ты не был сконцентрирован на себе, ты все равно краем глаза, краем уха, все равно, как ни крути, а следишь за своими соперниками. Как только Алексей Липов увидел, что у Павла Гуркина промах, вот это дает какую-то и тебе самому расслабленность, вроде бы, вроде бы. И ты понимаешь, что выигрываешь одну мишень, и тоже можешь расслабиться, и, наконец, позволить себе промахнуться. И он тут же это сделал. Хотя, конечно, по большому счету, если мы будем так уже серьезно разбираться, лучше этого, конечно, и не делать. Но случилось то, что случилось. У Алексея был первый промах. Но теперь этого делать не нужно, потому что Павел Гуркин точен. Он сейчас сравнивается с Алексеем Липовым по количеству пораженных мишеней. И, конечно, тут уже проигрывать не надо. Итак, после 10 принятых мишеней у нас два лидера. Это Алексей Алипов и Павел Гуркин. У них по 9 пораженных мишеней. Также у Ильи Виноградова и Максим Смыков. Никита Егоров 7 и Артем Капустынский 7. Вот пока такие вот одинаковые показатели. Мы же следим за еще 15 выстрелами, которые предстоит нам посмотреть в этом раунде. Итак, Алексей Точин. Но тут пока есть еще вот такое количество выстрелов. Конечно, надо набирать, набирать, набирать обороты, набирать эти обороты. Потому что потом, когда пойдут по 5 выстрелов в других раундах уже времени и возможностей такой не будет. Надо, как говорят, воспользоваться моментом. Итак, Максим Смыков очень здорово. Сейчас провел стрельбу. И это 10 пораженных мишеней. То же самое Илья Виноградов делает. И Павел Гуркин сейчас на позиции. Есть! Хорошо! Сегодня вот, слава Богу, такого сильного ветра нету. Какой был, когда было упражнение дубльтрап. Мало того, что это дубльтрап. И так сложно. Две мишени вылетают. И надо обе поразить. И нет времени даже подумать. Так еще ветер там. То прижимал эти легенькие тарелочки к земле. То куда-то они в разные стороны разлетались. Ох, к сожалению, Алексей Липович сейчас промах. И он дает шанс всем своим преследователям себя обойти. И это не есть хорошо. Но тем интереснее, так скажем, интригующая картина для нас. В этом. Любим интригу. Отлично отстрелялся Илья Виноградов. По 11 у Смыкова и Виноградова. И вот сейчас у Павла Гуркина тоже есть возможность присоединиться лидером. Он это делает. Ну вот, Алексей сейчас должен задуматься над тем, как и что. Пока есть небольшое количество времени. Скажу, что Никита Егоров, кстати, очень неплохо стрелял в квалификации. Вот пока все было спокойно. 122 мишени. Он поразил в квалификационном турнире из 125. У Смыкова 119, у Виноградова 119, у Гуркина 119, и у Артема Капустинского 118. Тоже перестрелки. Итак, по 11 пораженных мишеней у четырех участников соревнований. Пока. Никита Егоров немножко отстает. Он сейчас пытается, пытается, пытается набирать, 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 все-таки догонять, чтобы не попасть. А шестое место все-таки ему хочется как-то проявить себя наилучшим образом. Ну вот Максим абсолютно точен. 12. Илья Виноградов так же. Сейчас 12-ю мишень в свой актив записывает пораженную. Павел Гуркин тоже самое. И вот сейчас у Артема Капустинского важный момент. Он должен тоже подтягиваться, потому что он много-много проигрывает сейчас своим соперникам. Вот у него пока 8. Алексей, здорово, сложная была мишень. Очень резко вылетела. Резко влево, низко по такой траектории, но как опытный охотник Алексей ее догнал. Никита точен. Всего одну мишень он проигрывает лидером. Павел Смыков как-то вот он мне сейчас Лею Шарыпову напоминает очень серьезно настроен. Такие вот движения тоже резкие, жесткие. Какая-то решимость такая есть сейчас в его взгляде движения. Ну и вот эти патроны 12-го калибра, о которых мы говорили, 2,6 мм. Это тропинки, около 300 тропинок в каждом патроне. Они поражают мишень, а отработанный патрон вот так вылетает из ружья. Вы видите, там очень высокая температура, даже дым выходит. И так как привычным движением ребята выбрасывают корзину для отработанных патронов. И продувают иногда даже дуло ружья, чтобы там, не дай бог, ничего не скопилось, никакие отходы, которые могут помешать прохождению дроби. Итак, вот видите, как даже настраиваются некоторые ребята. Кто-то стоит вообще спиной, чтобы не смотреть. Проверили сейчас аппаратуру. Был небольшой сбойчик в работе машинок. И судья тот же должен встать на позицию, на место Артема, стреляющего, и проверить аппаратуру. Потому что, видите, стоит микрофон такой громкоговоритель. В этот микрофон, естественно, он должен работать. Очень чуткий. Спортсмен говорит дай или можно. В общем, любую команду к тому, что он готов к выстрелу. И тогда уже неожиданно для всех вылетает тарелочка. Куда она полетит, тоже никто не знает. Откуда полетит, тоже никто не знает. Поэтому это все очень так по жребию. Очень сложно, конечно, подготовиться. Вот сейчас у Максима Смыкова очень сложная была мишень, тоже такая низко куда-то удаляющаяся в сторону. Конечно, наверное, у каждого спортсмена есть свое любимое направление, более, наверное, привычные движения. Но, конечно, на тренировках ребята отрабатывают максимальная возможность различных направлений для того, чтобы быть во всеоружии в любую секунду и готовым быть ко всему. Итак, после 15 принятых мишеней мы с вами готовы посмотреть результаты. Еще 10 мишеней у нас впереди. Итак, смотрим. Ой, это совершенно не те, да, вот это, да, те результаты. Итак, Максим Смыков, Илья Виноградов, Павел Гуркрат по 14 мишеней, 13 у Алипова, 12 у Егорова и 10 у Артема Капустынского. Ну, а мы прервемся совсем ненадолго и мгновенно вернемся обратно. Старт. Итак, уважаемые друзья, продолжаем наш репортаж стрелкового комплекса «Лисия Нора» в Подмосковье, где продолжается, ну и сегодня уже будет завершаться, чемпионат России по стендовой стрельбе у нас заключительный день соревнований упражнения трап-мужчины. И мы с вами смотрим за участниками финала. У нас первый раунд, 15 выстрелов, 15 мишеней позади и участникам финала остается еще 10 мишеней до того момента, когда мы узнаем имя первого, занявшего шестое место в этом финале. Итак, пока у нас три лидера Максим Смыков, Илья Виноградов и Павел Гуркин. Алексей Липов олимпийский чемпион проигрывает трем лидерам пока одну пораженную мишень. Никита Егоров на пятом месте, Артем Копыстынский пока завершает шестерку финалистов. Опять пытается отойти дождь, все время погода вмешивается, конечно, в проведение соревнований, но не без этого. Все ребята привычные к этим условиям. Не первый раз, не первый год все это происходит. Естественно. Ну вот сейчас вспомнились мне моменты далекого 2004 года, когда мы, сидя на трибунах в Греции, болели за Алексея Липова, конечно, невероятным образом, кричали и обижали, одевали все самые счастливые вещи, которые у нас есть, в которых мы присутствовали на различных стадионах, когда выигрывали наши спортсмены, вспоминали, одевали все это, счастливые маечки, помню, у нас там были, и поздравляли потом Алексея, конечно, с победой. Это было совершенно великолепное зрелище. Не каждый день наши стрелки, особенно в центовой стрельбе, приносят такие радости. Ну, потом была и бронза от того же Алексея в Пекине, была бронза в дубльтрапе Василия Мосина в Лондоне. Так что, конечно, вообще, традиции российского стрелкового спорта очень-очень хороши. И, кстати, это касается не только стендовой стрельбы, но и пулевой стрельбы в том числе. Ну что ж, мы немножко отвлеклись, такое лирическое отступление, воспоминания о далеких олимпиадах. У нас здесь на кону уже не просто олимпиада, у нас чемпионат мира, очень серьезное соревнование пройдет в этот году. Впервые за последние 27 лет оно пройдет в России, здесь, в Лисии Нарье, именно на этом стрелковом комплексе в период с 31 августа мы будем принимать лучших стрелков мира. Тут все здесь сейчас нацелено и направлено на подготовку к этому турниру. Все-таки переноса планеты это очень серьезное испытание и для всех спортсменов и для организаторов в том числе и большое время сейчас забот ложиться на работников этого стрелкового комплекса для того, чтобы все подготовить к предстоящему чемпионату мира и, конечно, во всей кризисе его провести для того, чтобы всем гостям Москвы, Московской области и этого комплекса здесь было очень удобно, комфортно и приятно соревноваться. Так что мы все в ожидании будем вести прямые трансляции с этого чемпионата мира. Не пропустите, планируйте свой отпуск так, что может быть даже приехать сюда, потому что здесь правда очень здорово. Можно забронировать сейчас места здесь в гостиницах в Лисии Норе для того, чтобы побыть именно тут в период чемпионата мира и понаблюдать воочию, как все это происходит. Итак, Алексей Алипов сейчас, по-моему, наращивает немножечко свои кондиции, понимает, что немножко проигрывал он своим конкурентам. Сейчас у него 18 пораженных мишеней. И он присоединяется к компании лидеров Илья Виноградов. Сейчас надо всем быть точными. Также 18 пораженных мишеней. Подтянулся немножечко и Никита Егоров. У него 17. Он всего пока одну мишень проигрывает лидерам. Было больше. Но вот, к сожалению, Артему Купостинскому пока никак не удается подтянуться, потому что, ну, во-первых, все лидеры достаточно точны и не дают ему даже этого шанса. А он вот в первых выстрелах упустил определенные свои возможности. Поэтому немножко проигрывает. У него всего 14 пораженных мишеней после 20 принятых мишеней. Вот такая ситуация. Липов, Смотков, Виноградов, Гуркинкова 17, 17 Угорова и Купостинского 15. Ну и всего в этом раунде ребятам предстоит еще 5 выстрелов произвести, принять еще по 5 мишеней, после чего уже мы будем знать 6 место. Опять сильный дождь начинается, конечно, это не комфортно спортсменам, но тем не менее Алексей Липов вот сейчас точен. Ну что значит опыт? Знаете, все-таки опыт сын ошибок трудных и у Алексея в том числе было много трудных ошибок за его очень долгую, длинную, звездную спортивную карьеру и эти ошибки сейчас именно помогают Алексею быть на высоте. в нужный момент произвести точные выстрелы именно тогда, когда соперники как раз чуть-чуть ошиблись, а он как раз и подтянулся. Ну что ж, вот так все по 19 и усмыкиваю на Градова и Гуркина, все пока тоже хорошо. Ребята очень серьезно настроены на борьбу, вы посмотрите, никто, называется, не хочет уступать ни при каких обстоятельствах. Алексей 20. Ну смотрите, Никита просто нашел свою стрельбу, вот в какой-то попал хороший такой резонанс, наладил свои взаимоотношения с оружием, с мишенями и со своим собственным состоянием. Сейчас, по-моему, ему достаточно комфортно. У Максима Смыкова все хорошо. Илья Виноградов. Нет мишени. Давайте подождем. Нет мишени. Видите, вот какие строгие тоже правила он должен пока не вылетает мишень, не получается открыть оружие и готовить его только тогда, когда мишень будет готова к вылету. Сейчас машиночку должны настроить. Колокольчик сейчас проверит судьба, судья. Он, видите, говорит. Они прям знают. там, конечно, есть и в траншеи специалисты, которые мгновенно налаживают. Но вот сейчас, видите, именно судья должен проверить, сказать вот это магическое слово «дай», и проверочная тарелочка вылетела из машинки. Это значит, что аппаратура готова к работе, и Илья Виноградов сможет прицеливаться. Так, все здорово. Ну вот даже, видите, эта маленькая пауза не повлияла на психологическое состояние Ильи, хотя бывает, что на спортсменов это действует, и они могут промахнуться. Ну а вот это так вот все происходит. Мы любим вам показывать эту рубрику наших трансляций под названием «Детали», потому что очень много мелких нюансов, мелких деталей, которые в пылу борьбы, в пылу просмотра просто ускользают от нашего взгляда, и мы всегда можем увидеть, то, как целятся, как вылетают патроны, что происходит вот в этом такой в кухне именно проведения турнира. Потому что мы видим с вами в основном только общую картину. Человек с ружьем стреляет, попадает точно или не точно, потому что как разбилась мишень, мы, естественно, можем с вами ориентироваться по пыли, очень яркой, красивой, розовой пыли, которая образуется в атмосфере. Вот сейчас видите, что случилось, Артем Капостенский вышел на позицию, а тарелочка вот разлетелась в пыль, еще не вылетев толком даже из траншеи. Поэтому сейчас опять же небольшая пауза, которая может пойти на пользу спортсмену, может быть, это лишние секунды для подготовки, а может наоборот все испортить. Опять посмотрите, что творится. Еще раз дает команду Артем на то, чтобы он готов, а мишень, видите, тоже там на траншеи, прям не вылетев еще наверх, уже только запылила и все, потому что там разлетелось в пыль, не успев подняться в воздух. Вот сейчас проверочная мишень также была выпущена из машинки и Артем готов к стрельбе. Поехали, все здорово у него получилось, вот эти мгновения не повлияли на его состояние боевое и Алексей Липов готовится к следующему выстрелу. Сложная была мишень, сложная с центральной позиции по центру стрелял сейчас Алексей мишень, резко уходящая влево, такая по низкой траектории под очень острым углом была, сложная всегда для того, чтобы ее догнать и поразить, но Алексей справился и очень сейчас сильный ветер и очень сильный дождь, посмотрите, но соревнования не прекращаются ни на минуту, как говорится, и Никита Егоров обязан стрелять и, конечно, когда вот такие погодные условия обостряются, естественно, и аппаратура тоже начинает капризничать, но правда, она тоже не любит, когда сильный дождь, ветер, все это влияет, конечно, на работу такого высокоэлектронного серьезного оборудования, поэтому сразу учащаются вот эти вот паузы, которые, конечно, для каждого спортсмена не лучшим образом сказываются, потому что идет дождь, и они просто мокрые все, но еще раз напомню, как бы это ни казалось сложным, все участники финала, особенно люди такие достойные, заслуженные, и они неоднократно, конечно же, в таких условиях были, и все это им хорошо известно, вот, чем и хорош опыт, особенно для таких ребят, как Алексей Алипов, Павел Гуркин, уж за их длительную звездную карьеру столько всего происходило на соревнованиях, чего только не было, и гром, и молния, и дождь, и снег, и ветер, и отмена соревнований, паузы большие, сильные соперники, и все это, в общем, складывается на нашу копилку под названием «Голова», и в самые трудные моменты соревнований мы вот из этой копилки, из головы все это вспоминаем, всплывают эти очертания, и смотрите, вот как выглядит вот этот микрофон, спортсмен говорит «дай» или «да», там у всех у всех свое, свои предпочтения, свое фирменное слово, и тогда тарелочка мгновенно, машинка срабатывает, тарелочка вылетает, так что такие воспоминания сразу помогают сосредоточиться. Ну что ж, у нас вот такая ситуация, четыре лидера, и у Артема по-прежнему сейчас-то вот все хорошо, выстрелы-то удачные, но соперники не дают ему возможности подтянуться к ним близко. Никита Егорова 20, он пока вот проигрывает всем соперникам одну пораженную мишень, сейчас он точен, молодец, 21, вот, Артем сейчас на шестом месте. напомню, что он под шестым номером собственно и попал в квалификацию, поэтому даже при прочих равных с кем-то из соперников, в любом случае у него 118 мишеней, у него в финале худший из всех участников финала результат. Павел Буркин идеален, точен, доволен собой, улыбается, все хорошо, но Артему сейчас просто нужно ни о чем не думать, просто стрелять точно и улучшать просто свой личный результат. Напомню, что Артем Капустинский представляет Республику Татарстана, его тренеры Сергей Демин и Татьяна Тарадайко, он серебряный призер чемпионата России 2013 года довольно давно, так что в любом случае участие в финале это уже очень хорошее подспорье, но вот вы сейчас видели, не хватило немножко патронов Алексея Липова, он пошел к своему контейнеру, я напомню, там стоит 6 контейнеров, у каждого свой личный контейнер с патронами, эти патроны все сертифицированы и все обязательно перед началом финала все сдают свои патроны суди на площадке суди их внимательным образом проверяют для того, чтобы они соответствовали правилам проведения соревнований и сертификации, после чего их никто, кроме спортсменов, трогать не имеет права. итак, первый раунд подошел к концу, вот все подходят к своим контейнерам, они закрыты, там лежат их личные вещи, их личные патроны и лежит бумажка о том, что патроны проверены, а сейчас они берут патроны для продолжения борьбы в финале, ну а Артем Капустинский занимает в наших соревнованиях шестое место, с чем мы его поздравляем, ну в общем в этом сезоне для него это большой успех, то, что он в перестрелке квалификации попал в финал и занял в финале шестое место, так что наши поздравления и ему, и тренером Игна Татарстан, ну а пять финалистов продолжают борьбу за следующие места с пятого по первое и сейчас пока у нас четыре лидера по 23 удачные выстрелы и 22 у Никиты Егорова, так что сейчас всем участникам финала, которые взяли следующую порцию патронов и пошли на свои стрелковые позиции предстоит еще по пять выстрелов произвести, после чего вновь будет маленькая пауза для определения пятого места в чемпионате страны. Итак, все готово для второго раунда и мы начинаем первым будет стрелять Алексей Олипов, так что так как он под номером один. Итак, судья дает команду старт, это значит, что можно стрелять. И пошел отчет времени, надо в течение определенных секунд совершить выстрел, то есть дать команду вот в этот микрофончик дай, для того, чтобы вылетела мишень. Очень интересно табло, которое отчитывает время, отведенное каждому спортсмену на выстрел, когда остается пять секунд до окончания времени, отведенного на выстрел, это табло начинает мигать, мелькать красным цветом. Очень интересно, давая понять спортсмену, что надо поторопиться, но можно не успеть. Итак, пока в этой второй финальной серии. вот вы видели как раз сейчас, да, в последние секунды мелькает табло бело-красным, что все должны понимать, что вот уже время кончается. Итак, по 24 пораженные мишени у четырех наших лидеров и у Никиты Егорова, к сожалению, пока 22. Напомню, Никита Егоров самый молодой участник этого финала, он мастер спорта, представляет Москву и он первый год в составе в основном составе сборной команды России. Так что, конечно, у него еще очень длинный впереди путь и, конечно, он, наверное, больше других финалистов сегодня просто волнуется. Так что, не будем слишком строги к его выступлению. Уже то, что он был сегодня в финале и то, что он со вторым результатом вышел из квалификации, напомню, что Никита 122 мишени в квалификации поразил из 125 возможных. Это очень высокий результат. Сейчас я себя проверю. 121 пораженная мишень из 125 возможных. Это норматив мастера спорта международного класса. Я, наверное, сегодня поздравлю даже Никиту Егорова. Он у нас заявлен в нашем протоколе как мастер спорта, но вот я думаю, что, может быть, после вот этой сегодняшней квалификации ему вручат и удостоверение мастера спорта международного класса. Ну, по крайней мере, мы на этом надеемся. тут очень сложная будет процедура определения. Там надо не просто в одном старте надо подтвердить, так скажем, свое мастерство. Но мы всегда, конечно, болеем за спортсменов и всегда желаем им серьезных нормативов. Ну что ж, продолжаем следить за всеми перипетиями борьбы. Вот здесь все, все, все очень интересно. Алексей Алипов сейчас очень себе на пользу использует этот второй раунд, эту серию стрельбы. Он отрывается от своих соперников. Он точен, у него 27 пораженных мишеней. А вот и Максим Смыков, и Илья Виноградов, и вот сейчас и Павел Гуркин уже в этой серии промахнулись. Поэтому немножечко от Алексея отстают. Ну, естественно, потому что уже достаточное количество времени финалисты на площадке. Уже заканчивается второй раунд постепенно. Уже много совершено выстрелов. После второго раунда это уже будет 30 выстрелов. И, конечно, внимание и концентрация начинают уже немножечко, так скажем, ослабевать. Но только вот, опять же, у тех, у кого не хватает, наверное, опыта. Такие, как Алексей, видите, 28 пораженных мишеней и не собирается уступать свое лидирующее место. Максим Смыков, 27. Илья Виноградов, надо быть, точно. Да, он это делает. Ну, так скажем, не в центр мишени попал, но зацепил ее и кусочек отвалился и превратился в пыль. А все-таки большая часть, так скажем, тарелочки улетела в сторону. Итак, после 30 принятых мишеней, после 5 во втором раунде, 5-е место занимает Никита Егоров. У него 24 пораженные мишени и это 5-е место в чемпионате России. Может быть, конечно, немножко расстроен Никита, потому что он все-таки под вторым номером попадал из квалификации и так, наверное, можно в кулуарах считать, что он чуть хуже выступил своих возможностей и того, на что рассчитывал и чуть хуже, чем в квалификации, но тем не менее на чемпионате страны в будущем первый год в составе. Конечно, я думаю, что 5-е место на российском передстве это очень и очень достойный результат, тем более с такими мэтрами, которые продолжают сегодня борьбу. Итак, 4 оставшихся виталистов должны еще принять по 5 мишеней, после чего мы узнаем 4-е место. Пока лидирует Алексей Алипов 28 пораженных мишеней, по 27 у Смыкова, Виноградова и Куркина. Алипов 29. Спокоен, сосредоточен. Такое ощущение, что Алексей знает, что он тут сегодня должен делать, в какой момент, что именно. Представляете, какая длинная спортивная жизнь уже на сегодняшний день у Алексея за плечами, и как много всего было пережито, и как много у него в голове разных интерпретаций соревнований, разных вот схем, разных сценариев соревнований. Поэтому может быть даже в какой-то степени ему и проще, чем другим. Но правда у Павла Волгуркина тоже за плечами огромнейший опыт. он мастер спорта международного класса. Напомню, что он бронзовый призер мирового передства далекого-далекого еще 2001 года. Вот чем еще хороший этот вид спорта, и чем он меня всегда привлекал с тех моментов, когда я начала комментировать эти соревнования. То, что в этом спорте можно жить долгую-долгую-долгую жизнь. так скажем, вот возрастом не ограничивается пребывание в спорте так, как это бывает. Но вот в таких видах спорта, где вот реально физическая подготовленность, вот таких, как легкая атлетика, спринт, прыжки, там вот все-таки уже после определенного возраста травмы начинаются и тяжело спортсменам долгое время оставаться. В метаниях, кстати говоря, чуть дольше возможно жить в легкой атлетике или в каких-то других видах спорта. Вот стрельба позволяет ведь и 30, и 40, и 50 летним ребятам и девушкам долгое-долгое время выступать. Мы на международных турнирах видели очень много иностранных спортсменов, в том числе, которые долгое-долгое время остаются в великолепной спортивной форме и продолжают соревноваться и выигрывать. Ну, кстати, раз мы заговорили уже про международные турниры, про иностранных спортсменов, скажу, что в этом сезоне Йосип Гласнович является лидером мирового рейтинга, представитель Хорватии. А вот Алексей Алипов сейчас в мировом рейтинге на седьмом месте. Ну, у него есть все возможности для того, чтобы это место повысить, потому что как бы сезон только начинается, турниров будет много, еще этапы Кубка Мира, чемпионат Европы и чемпионат мира, который будет в Москве. Ну, рекорд в квалификации, рекорд мира, 125 мишеней и 125 возможных, он впервые такой результат показал на Кубке Мира в 1994 году. Но в свое время, за время прошедших лет, Павел Гуркин, кстати, который у нас сегодня в финале борется за призовые победа чемпионата России на Кубке Мира в 2005 году, тоже повторял этот результат. Так что в квалификации вот у Павла Гуркина 125 и 125 уже было. Ну и сейчас тот же Павел тоже борется за то, чтобы сейчас попасть в число трех спортсменов, которые будут разыгрывать уже медали чемпионата. Вот сейчас у него из четырех участников худший результат. Очень сложно все складывается. У Павла немножко разволновался он вот в этом раунде уже третьем. Может быть, вот такое очень уверенное поведение, уверенная стрельба Алексея Алипова немножечко его так сбило с ритма и с настроенности Максим Смойков в 32, Илья Виноградов также в 32 мишени и вот у Павла Гуркина к сожалению сейчас худшая ситуация. здесь надо здесь надо быть точным и к сожалению ничего это уже для него не решает и именно Павел Гуркин сейчас покидает площадку и занимает в чемпионате России четвертое место. напомню, что Павел Гуркин попал в финал под пятым номером и поэтому если брать данное конкретное соревнование чемпионат России то это, конечно, шаг вперед потому что пятым из квалификации он попал с результатом 119 мишеней 125 возможных ну и видите наш шаг продвинулся наверх с пятого на четвертое место в финале ну и тройка уже призеров соревнований остается у нас на площадке еще пять мишеней они должны будут принять после чего мы узнаем имя бронзового призера итак Алексей Алипов Максим Смыков Илья Виноградов ну а это вот такие детали мы видим Артена Кубистенского Никиту Егорова Павла Гуркина которые соревнования сегодня уже закончили соответственно шестое пятое и четвертое место в российском первенстве ну конечно попадание в финал на любом турнире сразу дает определенные очки в рейтинге поэтому ребята их получают ну что ж поехали дальше еще пять выстрелов 35 34 34 итак Алексей Алипов готов к стрельбе 36 попаданий и вот когда уже разыгрывают медали конечно очень интересно здесь немножко все по-другому во-первых как-то быстрее происходит стрельба всего три участника они очень быстро переходят с места на место на каждую стрелковую позицию они каждый спортсмен должен с каждой позиции выстрелить поэтому такие идут на площадке серьезное перемещение все очень строго но вот Алексей сейчас дает шанс дает шанс и Смыкова и Виноградова себя догнать не попал плохо вот сейчас надо воспользоваться Максим сосредоточен да он делает это 36 и Илья Виноградов чтобы никого не отпускать надо тоже хорошая сейчас была красивая мишень обе и у Максима и у Ильи улетающие влево такие красивые такой диагонали Алексей видите что творится вот пошло волнение и пошло волнение два подряд промаха у Алексея Алипова и он сразу из лидеров превращается в догоняющего тут вот сейчас все становится очень и очень опасным очень много тоже от соперников зависит Илья и Максим и Илья попадают и Алексей Алипов к сожалению становится бронзовым призером хотя конечно он-то для себя совершенно сегодня наверное другой план составил но он правда очень здорово стрелял но вот это же надо именно в этом раунде самая вот такая получилась неудачная стрельба два промаха конечно тут могли бы соперники чуть-чуть помочь и показать с Алексеем одинаковый результат а в этом случае конечно он бы убегал далеко вперед потому что у него в квалификации все значительно лучше чем у остальных но видите соперники решили что не так мы Алексею такой возможности ни в коем случае не дадим и будем точны итак здесь у нас остаются Максим Смыков и Илья Виноградов они разыграют медали золото и серебро но с единственной лишь разницей по сравнению с другими раундами этот заключительный раунд соперники будут 10 мишеней принимать 10 выстрелов нас ожидает и вот по нашей графике вы можете ориентироваться первым стреляет Максим Смыков вслед за ним Илья Виноградов по списку и вот вы можете ориентироваться по нашей графике кто какой результат показывает ну что здесь как говорится что можно только посоветовать самый наверное большой профессионал сейчас посоветует только одно просто не промахиваться и тогда все будет нормально напомню что если у ребят будет одинаковый результат который пока собственно мы и видим на экранах пока никто не хочет уступать то здесь уже квалификация не будет иметь решающего никакого значения у спортсменов будет перестрелка и это конечно просит дополнительную такую интригу и предвкушение для зрителей сидящих на трибунах ну и для вас уважаемые телезрители в том числе вот очень сложно тут сказать много раз мы спрашивали спортсменов вот проще стрелять первому или все-таки как бы следующему и все всегда отвечают по разному потому что опять же здесь две стороны медали две два конца у любой палки потому что с одной стороны вроде бы ты поражаешь мишень и ставишь своего соперника ну в положении когда ему просто деваться некуда он может разволноваться увидев что соперник выстрелил удачно а с другой стороны у того кто стреляет вторым вот всегда тоже есть возможность что-то изменить если его соперник перед ним совершил промах вот поэтому тут вот и так и так бывает хорошо и так и у Смыкова и у Виноградова пока по 41 пораженные мишени пока ребята точны и погода сразу вот в этом самом важном моменте соревнований как-то улучшилось у нас сейчас все просветлело стало комфортно ветер стих дождь кончился но вот единственное только сейчас машиночка Максиму подарочек такой в виде не вылетевшей мишени преподнесла но Максима по-моему сегодня ничем сбить невозможно он как-то очень сейчас спокойно уверен в себе очень сложная мишень была сейчас у Виноградова посмотрите справа вылетела низко по траектории улетела влево резко под таким очень острым углом но прям как заядлый хороший охотник Илья ее подстрелил Максим Смыков внимание здорово сейчас потому что волновалась я за Максима вышло резко вот он был готов уже к выстрелу и резко вышло солнце это тоже может конечно повлиять на качество стрельбы потому что такое резко изменяющееся световое оформление на стадионе конечно же влияет но вообще ребят конечно есть вот эти защитные очки вот кстати у Максима вы сейчас их видите и такие шоры с двух сторон чтобы ничего не мешало прицеливанию все нормально вот видите даже выглянуло солнышко сейчас адаптируется ребята к изменившимся условиям они настолько погружены сейчас вот в себя погружены вот в борьбу в стрельбу что совершенно такое ощущение по качеству выстрелов вот просто не обращают внимания на то что происходит вокруг солнца дождь ветер что там кто там оператор или бегает с камеры или судья где-то стоит по-моему вообще никто ничего не видел смотрите как здорово сейчас настроены оба спортсмена так 45 пораженных мишеню Максима Смыкова что скажет Илья сейчас такой момент истинно очень важный момент в соревнованиях когда вот есть возможность и ошибиться но пока смотрите ни Илья ни Максим друг другу такого вот прям даже возможности не дают оба очень сосредоточены мне такое ощущение что вот сейчас вот реально кто первый так скажем совершит слабину допустит слабину тот наверное и проиграет потому что прям оба хороши оба хороши наверное даже до перестрелки у нас сейчас дело дойдет да здорово по 46 принятых мишеней и по 46 вернее по 46 попаданий точных ох сейчас знаете вот честно скажу был Максим близок к провалу потому что самый краешек тарелочки задел самый-самый край Илья точен и у нас перестрелка после 50 принятых мишеней по 47 попаданий у обоих финалистов как мы предполагали здесь будет перестрелка за первое место ну что ж видите как сегодня здорово проходит турнир в заключительный день ребята не просто разыгрывают награды а именно с перестрелкой то есть все возможные все сценарии которые только возможны в стендовой стрельбе они нам сегодня предоставили и так у нас объявлена перестрелка перестрелка всегда до первого промаха если они так будут стрелять как сейчас в последнем раунде 10 последних лишений мы с вами долго будем находиться здесь на стрельбе но правда с огромным удовольствием тем более что погода предполагает и сейчас здесь находиться очень комфортно потому что тепло и солнышко ну что поехали и так Максим Смыков здорово вот мне кажется что когда перестрелка начинается все-таки первому наверное комфортнее но это мое личное мнение не претендую на истину в последней инстанции я виноградов внимание и так по 48 ну уже здесь как бы не считается уже по 51 мишени оба участника сейчас стреляют и здесь просто до первого промаха такая же вот похожая мишень на ту которая была заключительной в официальном соревновательном уже раунде совсем краешек задел Максим но тем не менее мишень поражена и поэтому все продолжается и так на центральной позиции оба участника и так третий выстрел в перестрелке в перестрелке количество выстрелов не не обусловлено здесь просто до первого промаха будут стрелять пока кто-то не уступит Илья Виноградов внимание очень сложное сейчас прям честно говоря уже прям поджилки у меня тряслись мне казалось что Илья может промахнуться такая улетающая уходящая прям мишень была влево всегда мне кажется такая значительно сложнее чем нежели те которые вылетают вот прям здесь с хорошим обзором впереди прям перед участником мишени которые вылетают по центру они позволяют просто участнику как бы небольшую паузу взять то есть успеть прицелиться и ее поразить а вот эти улетающие в сторону такие под резким очень острым углом такие стелищиеся конечно фактически не дают возможности даже вот сосредоточиться поэтому тут уже просто срабатывает опыт и навыки ну и вот первый промах у Максима Смыкова и все сейчас зависит от Ильи Виноградова все в его руках его золотая медаль в его руках если он попадает он победитель российского перенства и он делает это ну что почему-то сейчас да казалось что какой-то спор был попал не попал но мяча не засчитана ну и надо попадать сейчас Максим точен здорово ну что ж не засчитана была мишень и продолжается соревнование ну вот называется борьба нервов у кого сейчас нервы крепче Максима или у Ильи здесь уже очень волнуются представители смешанных команд напомню что у нас сегодня упражнением трап не ограничивается турнир завершать соревнования в российском первенстве будут смешанные команды в трапе это это очень интересно ну вот сейчас на ваших экранах тренер ребят как вот кому отдать предпочтение Ирина Кравчук очень внимательно наблюдает за ребятами она у нас старший тренер молодежной сборной ну и вот оба финалиста сейчас Максим Смыков выигрывает соревнования промахивается промахивается к сожалению Илья Виноградов но вот как тренеру здесь разорваться между двумя учениками конечно ей хочется чтобы оба выиграли но тем не менее для нее очень приятно сегодня то что оба ее участника на первой и второй ступенях пьедестала почета и так Максим Смыков чемпион России Илья Виноградов серебряный призер но вот видите несмотря на сложности в проведении даже перестрелки напомню что нам в какой-то момент показалось что Максим промахнулся но эта мишень была ему засчитана пыли не было но тарелочка была поражена поэтому естественно вот соревнования продолжались и Итак Алексей Алипов всех принимает поздравления и бронзовую награду чемпионата России в любом случае он молодец это один из этапов подготовки к этапам Кубка мира и один из этапов подготовки к чемпионату мира который пройдет здесь в августе сентябре и конечно Алексей Алипов будет на нем участвовать и мы все здесь будем за него изо всех сил болеть ну а сейчас поздравления победителю и призерам соревнований серебро или виноградово золото Максима Смыкова и мы сейчас собственно говоря с Максимом поговорим у нас будет интервью с победителем как только его так скажем знаете отпустят многочисленные поздравляющие отпустят из своих тугих объятий ну вот Максим сегодня очень хорошо с начала прям первого раунда стрелял я вам вот даже как-то говорила что он мне напоминает своими движениями своим поведением и своим так скажем манерой всем внешним видом Лею Шарупову которая вчера стала чемпионкой России очень был настроен на победу но вот в перестрелке конечно ребята очень и очень волновались здесь иногда да весь настрой может сбиться потому что это сложное испытание перестрелка знаете когда вообще ошибаться нельзя никакой возможности нет но он все-таки сдюжил и вышел из этой борьбы победителем ну и собственно говоря мы внимательно его слушаем Максим поздравляю с победой перестрелка в финале скажите как удалось справиться с этим напряжением с этими нервами ну на самом деле было интересно стрелять когда со своим соотечественником стреляешь еще лучше ну и в принципе если бы он выиграл я бы тоже так же радовался было легко долгое время догонять приходилось Алексея Алипова скажите как удалось такого именитого соперника и вообще это дополнительная какая-то мотивация обогнать именно Алексея Алипова ну каждый спортсмен стремится к высшим высотам а высшие высоты у нас Алексей Александрович поэтому каждый стремится быть хотя бы каким-нибудь конкурентом для него перед началом чемпионата России какие цели вы себе ставили не меньше того чтобы зайти в финал главная цель зайти было в финал а дальше работать так как Бог даст ну и теперь на предстоящие соревнования турниры какие цели ставите теперь после этого золото ну дальше у нас здесь будет сбор в Лисинаре а потом будем готовиться целенаправленно к чемпионату России и к чемпионату Европы спасибо еще раз победы спасибо ну что ж видите как Алексей Александрович Алипов вот так теперь понимаете вот из Леши такого своего парня Леши Алипова которого мы помним в 2004 году он уже для вот соперников для товарищей по своей команде теперь Алексей Александрович ну правильно его обыграть конечно это действительно очень-очень достойно потому что он конечно один из сильнейших в мире олимпийский чемпион это серьезное звание и за долгую свою карьеру очень много побед одержал но в любом случае медаль чемпионата России мне тоже кажется это очень и очень заслуженная бронзовая тем более медаль очень заслуженная ну вот так сегодня проходили соревнования финал трапе у мужчин напомню что у нас сегодня еще одна трансляция через полтора часа будет турнир командный микс команды смешанные команды в упражнении Трампа и мы будем болеть вновь за наших любимых участников ну а первая часть нашей сегодняшней трансляции завершена с вами была Иланда Чел всего доброго до встречи до встречи чуть-чуть мы работаем наконец-то